Что же происходит в брюшной полости, когда уже есть складки на животе? Да жир на животе выглядит ужасно и мешает нормально жить. Движения ограничены, и человек либо берет себя в руки, или начинает успокаиваться глупыми шутками о пузе. Но подобным своим бездействием, а вернее действиями, направленными на жирение, человек делает все, чтобы умереть гораздо раньше положенного срока. И поскольку имеет зависимость от еды, а точнее от инсулина, то он, как наркоман, не всегда может разумно мыслить и делать верные выводы. Тем более брать себя в руки. Еще год назад, и два, и даже десять, я выпускал видео о печени. Их вам потом стоит посмотреть, но сейчас я хочу сделать небольшой, но очень важный акцент. Помните, что печень это еще и жирозапасающий орган. Если у вас растет живот, то у вас гарантированно уже жирная и дряблая печень. Это означает, что вы едите очень много быстрых углеводов, глюкозы, фруктозы, сахарозы. Печень это защитный барьер, в том числе и от жира. Но если уже видны выпирающие бока, складки, значит печень уже давно не выполняет свою функцию. Но беда еще в том, что не только эту функцию, но и многие другие, вернее, она с помощью гормона поджелудочной железы инсулина перешла в режим синтеза и откладывания жира. И вот тогда растет живот. В своих старых лекциях я говорил, что у печени более 500 функций и задач. Итак, если у вас большой живот, не как 18-20 лет в норме, то у вас однозначно больная печень, и вам нужно посмотреть мои лекции о печени, а также принять срочные меры для оздоровления и печени, и всего организма. Когда печень уже не способна перерабатывать глюкозу в гликоген, а мышцам и другим тканям энергии в виде глюкозы и гликогены предостаточно, то этот сахар, любой сахар, начинает перерабатываться в жир и откладываться, запасаться сначала в печени, а затем в подкожных слоях – это подкожный жир. И вокруг других органов – это висцеральный жир, в первую очередь брюшной полости. Если у вас быстрая утомляемость, усталость уже с утра и от небольшого количества работы, частые мочи и спускания, особенно если вы ходите ночью в туалет, кстати, об этом посмотрите вот это мое видео, у вас есть неотдалимая тяга к сладкому, имеется высокое давление, болят, воспалены суставы, если у вас ухудшилась память, то у вас однозначно имеется проблема с высоким инсулином, хотя вы и не сдавали анализы на инсулин, но это точно так. Пройдите эти исследования и уберите срочно все сладкое. Вы пройдете ломку после отказа от этого наркотика, и вы удивитесь, как улучшится ваше самочувствие и жизнь. А жир на животе – это только вершина айсберга. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими, разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь, не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд, и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Академик Углов говорил, я могу надеть тот же костюм в свои 100 лет, который я одевал в 20 лет. И это верно, и только так и должно быть. Почему? Очень просто. С возрастом мышечная ткань у всех людей уменьшается. А что же тогда увеличивается, хочу я вас спросить. Жировая ткань увеличивается, а она приносит только болезни и убивает ваши огромные ресурсы, здоровой и долгой жизни, заложенные в нас от природы. Да, инсулинорезистентность развивается долго, иногда 10 и даже 20 лет, пока организм еще борется и поджелудочная железа работает исправно, так как она еще пока продуцирует в должном необходимом количестве с размерным потребляемому сахару гормон инсулин для снижения этого сахара в крови. Вот что бы вы ни ели, чем моложе человек, тем защитные силы у него крепче и запас прочности выше, но уже слабость и быстрая утомляемость, и уже появляется выпирающий живот. А сидя на стуле, нагнувшись вперед, ощутимы складки, их можно схватить и ощутить. Это очень плохо. И дело вообще не в возрасте, не надо себя так дешево обманывать подобными глупыми успокоениями. Дело только и исключительно в вашем питании и больше ни в чем, все остальное при думке. Дело в высоких сахарах в вашей еде и в больших калориях, чем вам требуется в сутки. А стоило бы проверить свой инсулин, а не только сахар. Помните, нельзя допускать высокий инсулин. И он говорит однозначно о высоком потреблении вами сахаров, которые быстрее изнашивают организм, ускоряя деление клеток и сокращая ресурс вашей жизни. Если у вас есть пузо, складки на животе, если есть одышка, поднимаясь пешком на третий этаж, сделайте УЗИ печени и узнаете, что у вас жирная печень. Болеть печень не будет. Она может иметь фиброзные перерождения на 70%, и вы этого не почувствуете. Обязательно посмотрите мои лекции о печени. Они будут даны по ссылке под этим видео. Не поленитесь, это жизненно важно знать. Итак, наступает момент, когда организм не может больше перерабатывать сахар. Инсулина уже не хватает. Тогда инсулинорезистентность усугубляется, сахар в крови растет, и возникает вначале преддиабетозное состояние, а затем диабет второго типа. Кстати, и убрать диабет второго типа предельно просто, убрав сахар из рациона питания, если сделать так, чтобы из всей съедаемой пищи вами в сутки вы потребляли не более 30 грамм сахаров, всех сахаров глюкозы, фруктозы, сахарозы, суммарно из всех продуктов, съедаемых вами за день. Причина этой инсулинорезистентности – жирная печень, которая не может больше выполнять свои функции, как должна. А первая причина тому – высокоуглеводистая диета, потребление в больших количествах быстрых углеводов и жизнь ради еды на износ. А выпирающий живот – это лакмус вашей больной печени и нарушение обмена веществ и высокого инсулина. Разумеется, в процессе и после просматривания данного видео многие захотят спросить, а чем же лечить вы ничего не сказали? Что убирает жир? Что восстанавливает работу печени? Во-первых, дорогие товарищи, во многих своих видео, которые я порекомендовал вам посмотреть, ответы есть на эти вопросы и ссылки на определенные препараты, травы и так далее. Но сейчас я скажу вот о чем. Есть очень хороший набор для восстановления печени на 4 месяца. Не всем 4 месяца будет достаточно, все зависит от стадии запущенности, от проблем с печенью. Но тем не менее, это очень сильная программа. Ссылка на эту программу будет в описании под этим видео. Разумеется, и при этом надо менять питание свое. Менять свое отношение и к еде, и к своему здоровью. Подход должен быть всегда комплексный. Перейдите на интервальное питание, так называемое интервальное голодание. Уменьшите свои калории. Берите их до 80% своей нормы дневной из жиров, а не из углеводов. Не ешьте после 16.00. Никаких перекусов в течение дня. Это самое страшное, что может быть в неправильном питании. Так как любой прием пищи, любой, провоцирует выработку гормона инсулина. Со всеми вытекающими последствиями. А это, помимо всего, еще и износ поджелудочной железы. А нужна вам физическая активность? Упражнения на пресс? Сгибания-разгибания и прочее. Не потребляйте более полутора тысяч килокалорий в сутки, если вы, конечно, не спортсмен и не шахтер. Перейдите на веганское сыроедение. А лучше на веганское кето-питание. С преимущественно живой пищей. Посмотрите мои видео, о которых я вам говорил, включая такие, как веганское кето-питание, все мои лекции по печени, почему нельзя есть после 16.00, что будет, если вы откажетесь от сахара на 10 дней, почему вам постоянно хочется есть, калории, раздельное питание и прочие мои лекции по теме. Ссылки будут прямо под этим видео. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты, особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал, на нашем сайте nadgar.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира, смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам, там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб, мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.